Добрый день. Кстати, вот вы, когда были спортсменом, в какой дисциплине лёгкой атлетики выступали? 400 метров моя была коронная дистанция, и здесь я достиг для себя наивысших результатов. Ну, а, кстати, своего сына Яна вы отдали футбол. Почему? Он параллельно занимался лёгкой атлетикой, но всегда обрезал футболом. И вот эта физическая подготовка, которую давала ему лёгкая атлетика, позволяла ему достичь определённых результатов. Я не зря спросил про футбол, потому что в это время, хотя и сейчас зима, наши футбольные команды «Волга» и «Лада» готовятся к чемпионату новому, но, мне кажется, в футбол играют сейчас все, и вот наш первый сюжет о детях, которые даже зимой играют в футбол. 244-й детский сад «За Волжи» вполне себе обычный. Но именно здесь реализуется необычная спортивная программа. В 2017 году, когда вся Россия готовилась к проведению футбольного чемпионата мира, коллектив детского сада разработал уникальный проект «Детский мундиаль». И не просто разработал, а воплотил в реальность. Заключили соглашение с футбольной школой «Волга», пригласили профессионального тренера. И пошло, поехало. Мы все через подвижные игры, все через игру, потому что дети маленькие, 5-6 лет в основном, то есть все в игровой форме. Дети получают элементарные навыки владения мячом, узнают много интересного о лучшей игре в мире. В садике есть свой футбольный стенд, который ежемесячно обновляется. Кроме того, каждый год в апреле проводят свой детский футбольный чемпионат среди дошколят. Не случайно многие дети потом идут в футбольные секции. Многие здесь уже дети занимаются футболом в старте, в Орионе, поэтому наш труд не проходит даром. В этом возрасте и мальчики, и девочки, они все одинаковые, поэтому девчонки даже иногда лучше играют. В семье Солодовниковых папа Сергей сам неплохой футболист регионального значения. Но кем станет его дочь Валерия, пока неизвестно. Возможно, балериной. Я сам спортом занимаюсь, поэтому для меня это девчиковинка. То есть от лицей это очень полезно, то есть занимательно. И такие праздники, я считаю, это просто отличные старты, что устроили такие праздники, тем более при 23 февраля, то есть просто замечательно. Увлекательная спортивная эстафета, футбольный матч. Свою подвижность дети показали во время спортивного праздника, посвященного своим папам к 23 февраля. Эмоции переполняли и детей, и болельщиков. Довольными остались все, как и положено в спорте в финале награждения. Ну и, конечно, сладкий пирог с чаем для всех участников. Я рада, что вы сегодня у нас такое замечательное событие вы открыли своим матчем в празднике в старших группах. Спасибо вам огромное. Мы посмотрели, какие вы быстрые. Спортивный праздник закончился, но футбольная жизнь в детском саду продолжается на самом серьезном уровне. Тренировки в каждой группе, возрастной, старшей, возрастной группе, проходят два раза в месяц. Дети занимаются в утренние часы, помимо основной образовательной программы. Это тренируются у нас все дети группы, то есть и мальчики, и девочки. Программа «Детский мундиаль» уже выходит за рамки этого детсада. Ею заинтересовались как в самом Ульяновске, так и в регионе. Год назад по этой программе стал работать один из детских садов Засвияжского района. Да, действительно, возраст детей, которые сейчас приходят в спортивные секции, все моложе и моложе. Евгений Владимирович, а что вы думаете о том, что дети так рано приходят в спортивные секции? Нужно ли нам это, чтобы они буквально из детского сада и сразу получали спортивную специализацию? Вы знаете, опыт показывает о том, что наивысших спортивных достижений достигают спортсмены, которые пришли в более позднем возрасте и с хорошим физкультурным прошлым, без определенной специализации. Я убежденный противник ранней выраженной специализации, потому что к определенному моменту, когда должно уже проявляться тренерское мастерство и должны быть результаты у спортсмена, спортсмен либо уже выгорает, либо приходит туда с профессиональными травмами, что недопустимо. Ну а следующий наш сюжет о виде спорта, которому все возрасты покорны, и поэтому мы переносимся на биатлонную базу «Заря ОГУ», где в минувшие выходные прошла всероссийская спортивная акция «Лыжня России». Каждое слово двукратной олимпийской чемпионки Анны Багали для воспитанников Ульяновской школы биатлона – навес золото. Ведь нынешний мастер-класс в рамках всероссийской акции «Лыжня России» и есть тот редкий случай, когда можно вот так запросто пообщаться со спортсменом высочайшего уровня. Но у меня не получалось точно и быстро стрелять, и поэтому сегодня я попробовала, вроде нормально. Я видел глаза детей, для которых это великое счастье – посмотреть, послушать, фотографироваться и потрогать великого чемпиона. Это стимуляция номер один. Мастер-класс длится около получаса и заканчивается традиционной в таких случаях фотосессией. Багали успевает не только раздать автографы, но и переобуться в лыжи и выйти на старт массового забега. Вместе с ней бегут и профессионалы, и любители. Вот пришел сюда еще несколько так, проснулся рано специально под эти соревнования, а тут вот кто-то развеялся. Тут настроение праздника есть, конечно. Лыжный спорт – это нелегкий спорт, но он очень интересный тем, что спортсмены всегда на улице находятся, общение с природой, превозмогаешь какие-то трудности. И в целом это, знаете, дает большой прилив и сил, и эмоций. Впрочем, в этот день не обошлось и без настоящей борьбы за медали. Среди женщин разыграли перенос на дистанции 2,5 километра. Мужчины соревновались на дистанции 5 километров. Специальные призы достались самому юному участнику акции – годовалому Лене Казакову и самому опытному – 76-летнему Михаилу Черкасу, а также семье Сапожниковых. Вместе с мамой и папой на лыжню вышли пятеро их детей. Погода хорошая. Бежать легко в такую погоду, дышать хорошо. Не как мороз до этого был. Трасса выполнена супер вообще. Бежать круто. Около 2,5 тысяч участников акции на биатлонной базе «Заря» УЛГУ. Еще около 10 тысяч – в забегах в муниципальных образованиях области. Лыжня России стала самым массовым мероприятием в период пандемии коронавируса. Да, действительно, Лыжня России прошла реально очень круто, очень массово и очень здорово. Но, кстати, Евгений Владимирович, как вы думаете, скоро ли мы выполним задачу, поставленную федеральным центром о 50% занимающихся физкультурой и спортом? Меня вообще очень смущает вот эта цифра 50%, потому что реальных критериев просчета достижения вот этого показателя не существует. И поэтому многие регионы кинулись в погоню за этими результатами, и они были на чем необоснованные. Другие регионы, которые осознавали, что это так, вынуждены были просто идти в погоню, чтобы не быть в аутсайдерах, чтобы иметь возможность получить и федеральное финансирование. Поэтому я глубоко сомневаюсь, что этот показатель реален сам по себе. А уже следующие амбициозные показатели, там 70%, наверное, нужно все-таки ставить на основании достижения реального показателя. А какой реально показатель, на ваш взгляд, сейчас? Я думаю, что не более 30%, и даже, наверное, это очень оптимистично. Ну, от боев на футбольных полях и гонках на лыжной трассе мы переносимся в спортивную школу, где реально и очень успешно учат искусство боев. Мы переносимся в школу бокса имени Петра Липатова. В областной школе бокса имени Петра Липатова обычный рабочий день. В Большом зале одновременно тренируется около 30 боксеров. От первогодок до спортсменов сборной региона. Он на кроссе. Пять на кроссе. Пять на кроссе. Вместе с ребятами старшей группы под длительным присмотром тренера Геннадия Соколова занимается и Настя Смирнова. Секцию бокса она ходит с младшим братом Вадимом. Аперкоты и хуки изучают вместе. Я пришел в бокс 6 лет назад. У меня третий разряд. Я хочу заниматься боксом, хочу стать чемпионом. У меня тренировка 4 раза в неделю. В школе мне совсем не мешает. Я учусь хорошо в Минке, хорошие оценки. Стать чемпионом мечтает не только Вадик Смирнов, но и все остальные воспитанники областной школы бокса. Школа, которая предстоящим летом отметит свой первый пятилетний юбилей. В 2016-м, не без помощи областного бюджета, у железнодорожников приобрели здание бывшего фока Мальвина. И к 2019-му привели его в полный порядок. Сначала крышу отремонтировали, затем внутри капитальный ремонт здания. И в прошлом году закончили фасад здания. И получился вот такой вот великолепный центр бокса. Уже после ремонта школе приобрели весь необходимый инвентарь. Боксерские груши и перчатки, гантели, набивные мечи, скакалки, лапы для отработки ударов и многое другое. Оборудовали два зала атлетической гимнастики и установили новый ринг. Но самый главный инструмент, говорят тренеры боксерской школы, это все же их подопечные – дети. Дети все хорошие, все гиперактивные. Многие созданы для спорта, для бокса. Хотят познать спорт, познают спорт. Так что мы стараемся как больше привлечь детей. Добавок, такие условия созданы. На сегодняшний момент только вся проблема в этой болезни, которая кружится вокруг нашего, сейчас в мире. Самое основное – это что? Все это только желание детей, чтобы работать над своим мастерством. Впрочем, региональная школа бокса – это не только ФОК на Железнодорожной в Ульяновске. Это еще и 10 отделений по всей области, в том числе в Димитровграде, Новоспасске, Троицком-Сунгурии. В этих секциях боксом занимаются сотни мальчишек и девчонок, а работают с ними 24 наставника. Коллектив хороший, тренировали. Молодцы. Ну, относятся с любовью к своей работе и выполняют все поручения, задания. Поэтому работать с таким коллективом легко. Предстоящий пятилетний юбилей в школе бокса планируют отметить без пафоса. В ближайшее время проведут несколько региональных стартов, в числе которых – чемпионаты первенства области. Но главный подарок к пятилетию, говорят в руководстве самой школы, уже есть. Это удачно проведенный осенью прошлого года в Ульяновске чемпионат России среди женщин, где одну из золотых медалей завевала представительница Димитровграда – Светлана Сульянова. Ну, мы продолжаем. Наша программа недавно выходит в эфир, но нам уже задают вопросы. И вопросы эти порой очень серьезные и даже очень неудобные. И поскольку наши гости – очень уважаемые люди в мире спорта, мы решили эти вопросы перерисовывать именно им. И первый неудобный вопрос выпал так, что придется задать вам, Евгений Владимирович. Недавно сдулся в прямом и переносном смысле проект университета футбола. Наверное, вы знаете об этом. И сейчас родители просят у властей решить эту проблему. А вот как, по-вашему, выйти из сложившейся ситуации? Что вы думаете? Ну, во-первых, университет футбола – это частный проект. И требовать его реанимации за счет бюджетных средств, я думаю, это, наверное, неправильно. Это мое личное мнение. У нас сейчас параллельно идет тема Академии Легкой Атлетики, которая будет базироваться на финансировании частном. И Федерация Легкой Атлетики Ульяновской области входит туда. Но мы же не будем просить у наших региональных властей средств на это. Поэтому я с уважением отношусь к тем, кто делает эту серьезную большую работу. Но она должна быть системной. И вот в моем видении, в моем понимании, этот процесс не системный. То есть Академия футбола, которая была создана, она под собой не имела системы. Она имела какой-то отрезковый промежуток времени для своего исполнения или для выполнения каких-то других задач. Ну что ж, от дел футбольных мы переходим к легкоатлетике, королеве спорта. Мы не можем без нее обойтись, потому что я напомню, что гость нашей программы Евгений Владимирович Инкаускас, директор областной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике. 192 очка в командном зачете по итогам зимнего первенства России. И выход десятку сильнейших легкоатлетических коллективов страны. Юниорская сборная Ульяновской области впервые в своей истории пробилась в так называемую Суперлигу Российской Королевы Спорта. Как тренер я считаю, что это большой успех. То, что тренеры работают, спортсмены работают, несмотря на все ограничения, которые сейчас у нас есть. Боязнь была того, что мы потеряем многих спортсменов, что пропадет какая-то мотивация. Очень сложно было с соревнованиями. Но сейчас вроде все возвращается на круги своя. Как известно, ульяновские спортсмены гораздо раньше своих соперников получили разрешение тренироваться на открытых площадках. Было это еще летом прошлого года. Сейчас мы и пожинаем плоды этого разумного решения руководства регионального спорта, помноженные на ту базу, которая была создана в области последние несколько лет. У нас есть манеж, у нас есть стадион, который отремонтировали. Вот такая, также финансовая поддержка, еще раз повторю, и что еще надо. Главное, чтобы желание было. Никита Щукин – один из главных поставщиков очков сборной Ульяновской области на первенстве России. В Смоленске он завоевал серебряный медаль, беги на дистанции 200 метров. Но самый большой успех пришелся на эстафету 4 по 400 метров, в которой Щукин вместе с Русланом Халиулиным, Никитой Егоровым и Сергеем Вагеровым заняли первое место. У нас самая дружная команда среди всех остальных вообще в России. А мы все за друг друга переживаем, все за друг друга болеем и всегда поддерживаем. И думаю, именно это сплотило нас, помогло и достичь поставленной цели. Впрочем, одной победы в эстафете для выхода в Суперлигу ульяновцам вряд ли хватило бы. Очковую копилку команды своими успешными выступлениями в индивидуальных видах также пополнили бегуны Анастасия Ильмусева и Никита Егоров, прыгун в длину Максим Половов и прыгунь в высоту Анастасия Демьяченкова. Кстати, сектор для прыжков она перешла всего пару лет назад, а до этого также выступала в гладком беге. Поэтому за бегунов, по собственному признанию, до сих пор переживает больше всего. Очень сильно болею за свою команду, особенно за эстафеты. Прям вообще хочется. Меня слышно очень сильно, когда эстафету бежим, особенно мальчики. Выход из высшей лиги в Суперлигу не просто достижение, удовлетворяющее тщеславие. Это еще возможность в будущем году для участия в первенстве России заявлять больше легкоатлетов, чем ранее. Посему соревноваться с лучшими атлетами страны получат больше воспитанников ульянской королевы спорта. А значит и количество непременно должно перейти в качество. Да, действительно большой успех наших ульянских легкоатлетов в первенстве России. Ну, просто супер. И, Евгений Владимирович, а когда же мы замахнемся нашего Уильяма Шекспира на олимпийскую медаль? Все предпосылки к этому сейчас уже есть. Буквально накануне завершившийся чемпионат России показал о том, что наши спортсмены, именно ульянские спортсмены, в частности Игорь Образцов, ставший чемпионом России в беге на 60 метров, превысивший результат Владимира Крылова в сезоне и показавший точно такой же результат, вправе рассчитывать на попадание в состав сборной страны, которая может принять участие в олимпийских играх. И этот результат нас обнадеживает. Сейчас достаточно сложно говорить о стопроцентной или какой-то близкой к этому реальности, поскольку мы долгое время не имели возможности иметь международных стартов. Но предпосылки к этому есть. И очень уверен и успешное выступление Игоря на чемпионате тому серьезное подтверждение. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. С вами был Михаил Сашанский. Встретимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»